Саша Черный. Пасхальный визит. В кухне окно в бездонную коробку двора. Смотреть жутко, будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолустье. Из всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жареного луку, томатные ароматы, переливающиеся из окна в окно гул перебранки и приветствий. Веревки вдоль стен, вниз и поперек, из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голосистый поставщик молока и овощей положит, что нужно, не подыматься же ему под небеса. На других, слабо надуваясь, сохнет разноцветное тряпье, словно вымпелы на адмиральском судне в праздничный день. Зато окно из спаленки на вольный простор. Глубоко внизу, под узеньким балконом, кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны неустанно цветущие мимозы, канареечный нежный дымок. Темный, вечно закрытый сад, туго разросся между каменными стенами. Ногей никогда его не коснуться, но глазам отрада. Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала с мужем-художником на капре. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской академии художеств в Италию, в апельсиновое царство. Два года протасковал, щи варил и программное полотно с лодочниками в красных беретах писал, простудился, слег, да там на капре и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком, с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот. Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать жизнь. Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу. Надо же детей подымать. Уж так повелось. Куда судьба русскую женщину не забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была и не знала. Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспоминать. Работала она сестрой в местном госпитале. К детям только в свободные часы прибегала. Но, спасибо добрым соседям, заботились они о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна жила, жить стало всем легче. Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделье. Завела через отельных портье знакомство и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньями русскими узорами. Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски говорить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на базаре и в лавках только итальянские звонкие слова в ушах и звучат. Вечно в своей суете Талокса. То старые марки перепродавал и обменивал. Сбывал букинистом оставшиеся после отца книги. Покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами. Домой прибегал на минутку. Глотал макароны. Уроки учил как-то по птичьи, на ходу и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо. И матери не был в тягость. Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик Нина и была утехой. Мать вышивает, а девочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку. Слова от матери слышала. Таня пшенушку полола, черный куколь выбирала. Мама, что такое куколь? Не знаю, котик. Ну какая ты? Русская же песня, а ты не знаешь. Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет в которой уже раз перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима. На еловых лапах густая вата. Это снег. Никогда не видела, но должно быть очень интересно. А это березка. На палатинском холме тоже есть березка. Нина видала. Белый-белый ствол и весной желтые червячки-сережки дождем висят. А вот и любимая картинка. Генерал Топтыгин. Это так медведя в России называют. Сидит в санях. Это такая коляска без колес. Развалился. Лошади испугались еще бы и мчатся, как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы такого же цвета, как ее бледные восковые щечки, спустились на глаза. Мама. Смотритель очень испугался. Что прикажете, генерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него... Правда, мама? Мать все вышивает. Отвечает не в попад. А то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина. Почему не для себя? Почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет. Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол. Ишь, сколько ниточек! Двадцать раз в день метешь — не помогает. Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном. Сюрприз! Белая шелковая платьица, канареечная лента. О, сегодня ведь праздник! Русская Пасха! Как же она забыла! Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто висила и снесла вниз булочнику синьору Леонарди, чтобы запек. Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово! И яйца веселые и пестренькие. Но разве можно их есть? Жалко ведь! Варвара Петровна поставила дочку на табуретку. Сама оделась. Вот умница! Христос воскресе, Ниночка! А как надо отвечать? Я уже забыла. Воистину воскресе! Во-и-сти-ну! И поцеловались они не три, а пять раз в засос. Так уж случилось. Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила. Ты ведь сегодня не вышиваешь? Кто же сегодня вышивает? Вот и отлично! Значит, мы пойдем в зоологический сад. Ты ведь обещала, да? Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу. А то ты так в руке ее и понесешь. Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила. Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с трещиной и кулича кусочек, только потолще. Хорошо? Возьми, конечно. Варвара Петровна удивилась. Никогда девочка не просит. Ест как цыпленок. Всегда упрашивать надо. И вдруг четыре яйца и кулич. Фантазия! Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой, золотистой от песка дорожке. Ишь как бежит. Куда это она? Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом. Добрый день, сеньор. Как поживаете? Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски. По-русски ведь они не понимают. За поворотом на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей, как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались. Тигр на свободе. Нина и с тигром поздоровалась, но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он поздоровался. И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Медведь остановилась и сказала по-русски. Медведь ведь русский был. «Здравствуй, здравствуй, скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи, вкусно, вот увидишь, как вкусно!» Она аккуратно облупила одно за другим крашенные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал. «Еще?» Съел и второе, и третье, и четвертое, куличом закусил и приложил лапу к колбу, точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен. Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала. «Воистину, воистину!» «Должно быть это то же самое, что на здоровье!» Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого недоставало. Слезы. «Все съел Ниночка?» «Вот и отлично!» Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила. «Конечно, отлично! Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь? Мне сторож давно уже рассказал, что его прислали с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, мама? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассорил. Не то, что мартышка какая-нибудь. До свидания, сеньор Топтыгин. Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных матово-сизых агав к пантерам. Там маленькие детеныши так смешно в прятки играют. Надо насмотреться, а то вырастут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через голый ствол прыгать. Субтитры создавал DimaTorzok